Таллиннская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы в городское собрание списки из восьми независимых кандидатов, восьми партий и двух избирательных союзов. В общей сложности было зарегистрировано 1183 кандидата. Каждому кандидату, баллотирующемуся в Таллиннское городское собрание, избирательная комиссия присвоила регистрационный номер, который выяснился в ходе прошедшей сегодня жеребьевки, и по итогам которой порядок присвоения регистрационных номеров по спискам сформировался следующим образом. Партия Отечества, Зеленые, Избирательный союз Свободной Эстонии, Социал-демократы, Центрическая партия Эстонии, Эстония-200, Избирательный союз Народный союз, Реформисты Экре, Партия будущего, за которыми следуют независимые кандидаты. Избирательная комиссия оставила неудовлетворенными заявления семи кандидатов. Что же касается семи партий, то и они оказались довольны полученными в ходе жеребьевки номерами. Я думаю, что эти номера не имеют особого значения, потому что люди, я надеюсь, будут выбирать все-таки по взглядам, по тем предложениям, которые мы хотим внедрить в городе Таллине, про то, чего еще в Таллине нет. Мы довольны своим номером. У нас хорошие представители, и, в принципе, порядок номеров здесь роли не играет. Когда избиратель пойдет голосовать, он будет все же отдавать свой голос за своего кандидата, а не за номер его представляющий. Своим номером остались довольные социал-демократы, которые настойчиво предлагают ввести в столицу должность ночного мэра, по примеру, таких городов, как Амстердам или Лондон. Понятие «ночной мэр» может звучать как-то мистически, но на самом деле тут ничего такого потустороннего нет. Такой мэр занимается всем происходящим в ночное время суток, то есть это работа учреждений, обеспечения безопасности горожан и гостей столицы. Такая практика распространена во многих городах мира. Центристы убеждены, что они своими делами доказали готовность продолжить руководство городом. Каждый житель Таллина с каждым годом все больше и больше замечает, как развивается наша столица. Вчера мы с радостью узнали, что станет Таллин и зеленой столицей Европы в 2023 году. И это очень символично, потому что ровно 15 лет назад тогдашний мэр Юрий Ратас предложил реализовывать инициативу зеленой столицы. И вот теперь мы сами получили этот почетный титул. На Жеребьевке присутствовал также кандидат в мэра Таллина от партии реформ Кристен Михал. Мы попытались узнать у него, что реформисты думают о полученном номере, но нам это сделать не удалось. Ну что же, пусть это останется на совести человека, желающего стать мэром города, в котором проживает более 150 тысяч русскоязычных жителей, из которых могут голосовать все достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других стран, проживающие здесь на основании вида на жительство, а также имеющие постоянный вид на жительство, лица без гражданства. Муниципальный выбор состоится 17 октября. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина.